Обильно политый растительным маслом на сковороде уже через несколько минут пожарятся драники. Своё традиционное угощение из твёрдого картофеля всем, кто пришёл на праздник, готовят представители белорусской общины. Много, много видов. Есть драник. Если ещё там фарш добавить, это будет уже колдун. Пока одни женщины готовят еду, другие плетут венки. Есть десятки, если не сотни способов соорудить такое украшение. Помню с детства, что плетётся как косичка. И главное, чтобы папоротники торчали вверх. Здесь папоротники направо, цветочки налево или наоборот. Язычники отмечали день летнего солнцестояния. Христианство приурочило торжество к Рождеству Иоанна Крестителя. После перехода на Григорианский календарь все даты сместились, а праздник остался. Поэтому до сих пор на него и приходят русалки и водяные. На праздник Иоанна Купала, конечно, принято окунаться в реку. В этот раз со традицией решили отойти. Побоялись, что дети простынут. Но, видимо, погода распорядилась так, что в этот раз все точно промокнут. Сменившая дождь на солнце погода позволяет разжечь костёр, через который прыгают и уже солидные мужчины, и вряд ли понимающие смысл слова «очищение дети». Этот праздник вместе отмечают представители Славянского союза Сочи – русские, белорусы, украинцы. Иоанна Купала – это славянский старинный праздник, это традиционный. Это наше дохристианское прошлое. Тысячелетиями девушки пускали венки, искали папоротскую ветку, как говорят, в Беларуси. Ближе к вечеру в селе разбитый котёл, название которого теперь уже вряд ли соответствует действительности, отправляются на поиски цветущего папоротника. Поговаривают, что кое-кому всё-таки удалось найти своё сокровище. Правда, кто это был, так и осталось тайной. Признаваться нельзя, счастье упустишь. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.